Вот такие мне вещи нравятся. Ну, я не скажу, что я бы сделала у себя такое дома, но мне нравятся вот такие вещи. Это же смотря под какой интерьер. Ну и можно не настолько контрастные делать, а сделать вот как пэтчворк. Мне кажется, будет здорово смотреться. Вот, видите? Вот она, Олимпийская, вот этот Олимпийский парк. Вот он, прям вот тут недалеко. Но тут что-то строится. И, видимо, построится и закроет весь вид. Это у меня на первом этаже. А вот если вот там вот номер с окнами туда, там вообще замечательно всё видно. Ой, ну я рада. Я, во-первых, рада, что первый этаж, это вот я зашла, и вот там, вот мой второй номер отсюда. Понимаете? Потому что лип-то я не вижу тут. А вот так устать, как я сегодня устала, мне, ну, вообще не в кайф лезть куда-то там. А так захотел посмотреть, вышел вон на улицу или поехал туда, в этот парк сам. Вы посмотрите, в чём я вышла покурить на улицу. Я даже обуваться не могу. А всё, девочки, почему? А всё потому, что нет силы воли. Нет. Силы есть, воли есть, силы воли нет. Дело-то в том, что мне же много нельзя вообще чего есть из-за подагры, из-за сахарного диабета. В общем, и я, когда живу в Крыму, я не покупаю. Чтобы никаких соблазнов у меня не было. Ну, а у Кости, понятно, они нормально питаются. В общем, и детям всё покупают. И у них и фрукты, и овощи, и всё. Ну, собственно, всё. Дом полная чаша, что говорить-то. Ну, и вот я за три недели... Нет, я не растолстела, я там чего-то нет. Но вот мои красненькие вот эти ботиночки, в которых я прекрасно ходила в Крыму, я их одела сегодня утром. Ну, они мягкие, у них и подошва мягкая, и верх мягкий такой, французские хорошие ботинки. Но уже в аэропорту я поняла. Я посмотрела, а у меня два пальца, ну, подагра моя на правой ноге. Они то ли распухли, то ли... Ну, в общем, короче говоря, выпирают прямо из обуви. И, конечно, целый день я летала, не снимая их. И я еле... У меня даже девочка на рецепшене. Может, вам помочь? Я говорю, да ничего, сейчас нормально будет всё. Я пришла в номер, разулась. Я в самолёте не разувалась. Я обычно снимаю обувь в самолёте, а тут я даже не разувалась целый день, потому что я понимала, что я их потом не одену. Я пришла, первым делом разделась, зашла в душ, и вот это то горячей водой, то холодной, то опять горячей, то холодной. И полегчало. Ну, а сейчас пока вот, да, вот... Вот благо тут чисто. Ой, слушайте, прям чистота. Просто вот вообще, конечно. Девчонки, прям буду хвалить отель. Единственное, что номер у меня на первом этаже в стену. Окна. А так, ну, просто вообще чистотища. Я ж такая противная, я всё пальцем попротирала везде. Очень чисто. Очень достойно. Видно, летом тут, конечно, да. Тут и до пляжа рядом, недалеко. И вот тебе вот этот Олимпийский парк со всей красотой. 20 минут до аэропорта. Ну, 350 рублей вот на такси. На Яндекс.Такси. Не те вот эти шакалы, которые... Простите меня, но они вот эти приставучие. В аэропорту вот эти таксисты, которые тебя за руки хватают. Я и так еле иду. Вот. 350 рублей. От аэропорта вот прям сюда. Тут, во-первых, рядышком магазинчик. Магазин с сувенирами и такой мини-маркет. Ну, и вот я зашла туда, купила себе сейчас вечером поесть. Всё там есть. Всё нормально. Прям рядом. Прям вот... Ну, вот вышел из отеля. Ну, я завтра покажу вам. Прям красота. Я уже одно видео выложила. Сейчас пойду второе сохранять. В общем, девчонки, буду вам всё показывать. Ладно, я покурила, пойду. Ох, нету Саши, внука. Сейчас бы он на эти выходы-то покричал, бы порадовался. Вот заходишь, дверь открываешь, включается свет. Всё как надо. Часы. Вот люблю такие часы. Кругом растения. Ангелы. Вот. ну ладно мазал но и ноги свои ядом герзы выложила видео первое вот уже сто шестьдесят два просмотра лапоньки мои господи сашка сашка привет я уже по тебе скучаю солнышко моё ладно рыбоньки мои давайте спокойной ночи надо ложиться спать время уже пол двенадцатого завтра будет новый день что-то будет новое наверное я постараюсь во всяком случае посмотрите какие ступеньки блестящие чистые где будешь домой господи с птичками с листочками с крылышками путные люди все спят надо спать ложиться а я все никак не угомонюсь а чё не угомонюсь никак сейчас с макариком болтали с внуком с моим со старшим девчонки он у меня занял второе место по мурманской области вот ну среди вот этих семнадцатилетних у них там какие-то категории но я в этом ничего не понимаю вот ну он лыжник такой у меня молодец готовится к экзаменам с юмором прислал мне фотографии книги с путина у него спать хочу ужасно уже язык заплетается а все никак ну два видео сделала одно выложила второе наверное на утро пойдет я сегодня с ириной разговаривала вот из сочи да она вот ты вот я для тебя комнату приготовила очень хотела чтобы я в гости к ней приехала у нее жила его и рин у меня работа я вот снимаю потом сижу вот это дело монтирую потом вот это сохраняю потом выкладываю это время и в это время я думать ни о чем другом не могу я все понимаю я гурина я прям вот готова посвятить тебе день прям целый но для этого вот я всю ночь сижу и делаю видео чтобы у меня были выложены чтобы у меня было время на общение чтобы я не дергалась а то вы думаете девчонки просто так что ли еще платили бы за эту работу а то говорю за месяц заработала 2 800 разве это вот да вот так подумать это жарплата за вот такую работу но по-другому я уже не могу я головой понимаю хочется иной разбросить все головой понимаю что я не могу уже без этого так что вот так вот лапуськи мои пошла я спать ноги отошли слава богу так что смогу уснуть нормально все лапуськи уже не светится эта олимпийская там видимо до какого-то часа она работает правильно команда ночью нужно светиться денег сколько на такое освещение всего пока пока до завтра целую вас всех обнимаю спасибо что смотрите